Привет всем. Сегодня будет лекция семидесятая про роботов. Да, вы не ошиблись. Это семидесятая лекция. Предыдущая была семнадцатая, если помните. Это не значит, что я перескочил сразу в конец. И заканчиваю. Просто тема лекции соответствует вашим вопросам. Потом, надеюсь, вернемся к обычному режиму. Ну а сейчас про роботов. Хочу успокоить всех тех, кто боится того, что происходит сейчас. Что роботы захватывают мир, отбирают наши рабочие места. Ну и как бы к чему все движется. Вопрос такой, что не будет работы, и мы все передохнем, как мухи без навоза. Начну с того, что роботы и прочие искусственные интеллекты создаются, чтобы лишить нас рутинной и тяжелой работы. Ведь какая мечта у подавляющего большинства населения планеты. Да, чтобы работать мало, а получать за это достаточно. Чтобы жить красиво и весело. В идеале час-два работать в день, а все остальное время делать то, что хочется, а не то, что нужно. И вот, скажите мне, откуда такая мечта у людей? Ну да, потому что большинство сейчас так и работает. Мы это видим в течение дня. В лучшем случае, если чай от ван, что-то полезное делали. И это уже хорошо. Но плохо то, что нужно сидеть на рабочем месте весь оставшийся день. Нельзя уйти по своим делам, интересам. Иначе могут и уволить, если не создавать хотя бы видимость работы. Они это называют высокой производительностью труда. 15 минут в полном напряжении, ума и сил. А остальное время, это лишь подготовка к процессу. Думаю, что таким людям действительно придется нелегко. Когда роботы, ну, сами понимаете. Когда их заменят. Всякие разные интеллекты. Они уже сейчас этого боятся, эти люди. Потому что они это делают в свой час на работе. То, что интеллект делает, искусственный интеллект, за миллисекунды. Ну, то есть их работа за год, искусственный интеллект делает за пару минут. И уже делает. В некоторых отраслях промышленности и услуг. А вот тем, кто работает физически, ну, может, и не полный рабочий день. Хотя это было бы странно. Ведь какой им тогда смысл ходить на работу на целый день. Так вот. Им-то как раз пофиг на ваши искусственные интеллекты. Им, наоборот, даже лучше становится. Вскусственный интеллект позаботится о логистике, снабжении необходимыми материалами, оборудованием. Просчитается наперёд налоги.